Осель Ассалбекова, мать девятерых детей, уже три года живет в Нарыне. Ее семья считается малообеспеченной. Она получает от государства 10 тысяч сомов на своих шестерых детей. Однако этих средств не хватает. На детей, еду, аренду жилья уходит больше. Кроме того, едва сэкономив деньги, Осель покрывает расходы на коммунальные услуги, такие как вода и электричество. По ее словам, с тех пор, как государство снизило тарифы на электроэнергию для малоимущих семей. Она ощутила помощь. «Когда я только переехала в Нарын, я платила 3 тысячи сомов за электроэнергию в месяц. К тому же зима в том году была еще теплой. Также дополнительно иногда приходилось пользоваться обогревателями. После того, как нам установили умный счетчик, я также платила 3 тысячи сомов. Я не ощутила разницы. А уже после того, как снизили тариф, я плачу меньше обычного и могу даже экономить деньги. На сэкономленные средства я покупаю продукты детям». Место, где живет эта семья, не считается высокогорьем. Однако, поскольку они относятся к малообеспеченным семьям, на них распространяются тарифные льготы. Осель Асалбекова, которая немного волновалась, узнав, что с 1 мая изменится цена на электроэнергию, с облегчением узнала, что цена на эту категорию осталась неизменной. «Я жила в селе год. Благодаря электричеству пользуемся всеми благами – обогревателем, холодильником, стиральной машиной. Когда я приехала в Нарын, тариф был другой, а сейчас уже 50 тыинов за 1 кВт-час. И вот теперь плачу за свет, как положено, по сниженному тарифу». В Кыргызстане с 1 мая этого года цена на электроэнергию для населения страны изменится на 23 тыина и составит 1 сом. Согласно решению, при потреблении электроэнергии свыше 700 кВт-час тариф сохранится на прежнем уровне – 2 сома – 16 тыинов за кВт-час. Тариф для нуждающихся семей и граждан также сохранится на прежнем уровне и составит 50 тыинов за кВт-час. Существующий тариф для населения без ограничения мощности, то есть без лимита, снижен до 3 сомов – 28 тыинов за кВт-час, вместо 5 сомов – 4 тыинов. «При наличии трёх категорий тарифов для населения, например, для первой составит 1 сом, если было 77 тыинов, то есть изменится на 23 тыена. Кроме того, был тариф 50 тыинов в помощь малообеспеченным семьям, он останется прежним. Третья категория – это тариф для населения без ограничения мощности, снижен до 3 сомов – 28 тыинов за кВт-час, вместо 5 сомов – 4 тыинов». Около тысячи семей Панарынской области платят по тарифу 50 тыинов, а общее количество превышает 61 тысячу. Вера Черникова, Даяна Джумабекова, Нургыс Абдрахманова, Аллату, 24.